вот и встретился тортовик лакированный гриб рейши линджи или йонджи очень много исследований по этим грибам здесь вот рядом ксирула корневая выросла всем привет вы на канале тихая охота сегодня 23 июля 2023 года для грибников в аромической области это подгоренский район я нахожусь возле дона дорога кончилась приходится идти к дубраве пешком такая дубрава большая возле дона в этом лесу я уже бывал которому иду там растет рейши хочу его поснимать гриб тортовик лакированный находится в красной красной книге россии в красной книге воронежской области он занесенный в другие региональные красные книги поэтому буду снимать на видео собирать не буду ну и надеюсь что что-нибудь попадется не только буду снимать видео и нибудь может грибы возьму вперед первый гриб который мне попался это гименахета бура красная она часто мне попадается растет на дубах на пнях дубовых на валежнике дубовом тут и очень много красиво гриб вырос по кругу дубового пня такой вот он имеет гриб красно-бурые оттенки гриб несъедобен такой трудовик трудовик из кортициоидных тротовиков у которых гименафор гладкий либо отсутствует такие вот трудовики вот у него гладкий гименафор у гименахета гименахета бура красная или красно-бурая одинаково в общем-то можно хоть так хоть так называть такой вот лес постепенно заглубляюсь в него здесь есть молодые и старые осины дубовые пни самих дубов пока не видать когда-то лес здесь видимо подвергся вырубки полно пней на таких не растет рейши ближе тут еще два озера будет между ними мне надо будет как-то пройти обогнуть одно и второе и здесь уже может попадаться рейши на этих пнях дубовых раз на них растет гименахета бура красная значит это пни дубовые кленовые не какие-нибудь там хотя и кленовые могут быть но на тех где гименахета дуб на которых нет гименахеты может конечно и клен был например скорее всего вот именно хита растет тоже дубовый пень осин тут хватает но пока никаких грибов которые с осинами образуют микоризу я не встретил даже даже развалившихся ну или таких которые на них паразитируют тоже встретился тротовик чешуйчатый я постараюсь вам сегодня показать все грибы которые я встречу тротовик чешуйчатый условно съедобный гриб но съедобны только молодые экземпляры постарше уже такие как резина я из них готовлю иногда котлеты некоторые люди молодые тротовики чешуйчатые даже маринуют такой вот у него гименафор такие крупные вытянутые продолговатые ячейки у тротовика чешуйчатого встретился крепидот крепидот красиво чешуйчатый такие вот пластинки у него и рядом с ним какой-то тротовик начинает расти возможно это гопалопиус красноватый будет пока непонятно кутикула даже не образовалась но крепидот красиво чешуйчатый гриб условно съедобный ну если честно я его никогда не готовил и не собирал не хочется мне его есть встретилась псевдоговорушка бокаловидная растет гриб на древесине лиственных пород деревьев вот такие вот нисходящие на ножку у нее пластинки сама ножка полая вот так вот показать полая ножка пластинки нисходящие на гриб по моему условно съедобным считается но опять же как и крепидот красиво чешуйчатый я никогда этот гриб для еды не брал не пробовал готовить встретилась волоконница возможно трещина вата или какой-нибудь еще другой вид среди волоконница довольно таки много видов ядовитых но при этом большинство из них просто считаются несъедобными то есть не так уж и много ядовитых если сравнить с остальной частью которые просто несъедобными считаются такой вот бугорок на шляпке ножка волокнистая не полая пластинки не приросшие к ножке смотрите друзья местами вот крапива в мой рост практически да не план не практически мой рост вот такие места приходится ходить чтобы поснимать тортовик лакированный вот почему он и находится в красной книге потому что никто не ходит за грибами в такие места заросшие крапивой полные комаров мошки всякого различного гнуса на тех же лосиных мух которые довольно таки неприятно кусаются и это еще друзья цветочки если бы конечно же если бы трутовик лакированный рост каких-нибудь доступных местах для грибников где-нибудь в песчаных сосновых барах каких-нибудь чистых дубровах то я думаю его в красную книгу не занесли бы а так конечно его никто не видит и кажется что он редкий встретился маховик не знаю какого вида кстати это маховик каштановый у него желтый мицелий в основании ножки вот видно да и сама мякоть такая желтенькая он не синеет не краснеет при повреждении мякоти маховик маховик каштановый кстати можно встретить еще и под елями с елками частыми коризу образует с соснами по моему тоже не червивый кстати гриб съедобен что-то тут есть сколько в прошлые года ходил по этому лесу маховики как-то особо не попадались либо попадались но такие прям совсем убитые видавшие виды вот еще один маховичок но этот этот червивый да тоже маховик каштановый из рода ксерокомус не путать с польским грибом его тоже называют каштановым маховиком но польский гриб находится в роду иммлерия на латыни звучит это название его иммлерия бадия то есть он в другом роду тоже его каштановым маховиком называют встретилась друзья вешенка рожковидная на ней всегда так много мошки гриб условно съедобен я его как-то пробовал готовить без предварительного отваривания меня просто вывернуло такой вкус и запах и сейчас даже если понюхать запах такой ну немножко как будто с нотками ореха но такой настолько концентрированный запах что и еще с какой-то примесью при этом просто ну невозможно их есть после отваривания я их и не хочу есть в общем то не собираю их больше помню первый раз готовил отварил когда впервые собирал хорошо нормально да пожарил все вкусно после того как я приготовил без отваривания все больше и с отвариванием не хочу красивые такие обычно я ее встречаю на ольхе чаще всего это ольха один раз на иве находил не знаю кто на каких деревьях их находит рожковидные вешки у меня ольха вот упавшая ольха какую нибудь выломать показать гименофор вот так вот такие нисходящие на ножку пластинки как и у вешенок у всех встретилась еще рожковидная вешенка раньше когда я впервые этот гриб встретил я принимал его за вешенку легочную ну вроде как это тоже может рожковидные формы принимать но не настолько просто явный этот запах в общем в итоге я понял что был неправ и это рожковидная вешенка да кстати спешу вам рассказать что я создал в телеграм не только чат вот у меня был чат он и остается я буду продолжать его вести но теперь у меня есть группа в телеграм ссылка на не группа даже канал в телеграм ссылка будет в описании там я буду публиковать фото грибов своих находок фото тех грибов которые мне присылают мои подписчики на опознание да если вы мне прислали фото на опознание то я им буду пользоваться да то есть я же определяю бесплатно вам грибы так что не жалуйтесь что я взял ваши фото так значит ссылка в описании подписывайтесь грибные фото я буду разбавлять зачастую фото различных растений деревьев насекомых может быть и микробов если мне будут присылать такие фотографии или если у меня появится микроскоп с возможностью съемки фото и видео да слизевиков бактерий и так далее возможно и животных ну свои фото тех животных которые мне попадутся да подписывайтесь друзья рядом здесь же на этом дереве кстати выросла аурикулярия пленчатая или аурикулярия извилистая по другому если гриб условно съедобен вот такая вот желатиноподобная масса снизу а сверху такой волосяной покров кутикула такая пушистая я готовил из этого гриба варенье у меня даже есть видео на канале вот с апельсином готовил варенье варил аурикулярия пленчатая или извилистая встретился маховик кстати не один так я сломал свой стабилизатор поэтому буду снимать с рук качество скорее всего получится не очень червивый сломал его так что восстановить не получится заказывать я его новый не буду буду с каноном ходить с той камерой с которой ходил до стабилизатора лепиота остро чешуйчатая гриб считается ядовитым по одним источником по другим просто несъедобным есть такие сведения что при варке воняет горелой пластмассой лепиота остро чешуйчатая сейчас вот так вот показать вот частное покрывало закрывает пластинки затем оно в виде такой юбки будет на ножке было бы я его вырвал вот и встретился тортовик лакированный гриб рейши линджи или енджи очень много исследований по этим грибам гриб целебный имеет противовирусные антибактериальные свойства я пил его заваривал как чай очень сильно он подымает так ну энергию в организме чувствуешь себя как подросток ну так в течение дней пяти пьешь и прям вот ходишь в лес заходишь там обраги попадаются какие по дороге просто их перепрыгиваешь хотя я их обычно все это обхожу уже так возраст не тот не хочу прыгать там кольнет тут стрельнет после таких прыжков вот молоденький тортовик лакированный лезет ксерова корневая съедобный съедобный гриб растет на древесине лиственных пород деревьев часто можно встретить в широколиственных лесах нейтральный вкус у гриба и запах применяется в народной медицине против гипертонии для лечения гипертонии да тортовик лакированный смотрю уже и такой постарше и помоложе имеется гриб тортовик лакированный занесем в красную книгу российской федерации и во многие красные книги региональные вот здесь еще смотрите молоденький лезет вот такая вот лакированная корка вот этот самый красивый конечно это эти если помыть вот это вот кутикула гриба покрыта базидиоспорами помыть потереть то видно будет вот лакированную корку его как и все ганодермы он покрывается базидиоспорами на хвойных породах деревьев растет другой рейши других видов ганодерма вальсиакум карносум цугая я не помню там какой-то из них даже объединили с другим видом есть разновидности которые растут на соснах пихтах на соснах пихтах на лиственнице на секвойе северной 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 америки вот друзья еще один пень с трутовиком лакированным знаете вот только покрылся базидиоспорами такая прям уже не блестит шляпка вот так потереть и плеск появляется ну или помыть встретилась друзья печеночница первая моя в этом году оп красота смотрите какой красавица на пне часто и на живых дубах на пнях дубовых на валежнике дубовом растет гриб абсолютно съедобен можно даже нарезать его в салат содержит в 100 граммах гриба содержится суточная норма витамина С молодые грибы с легкой кислинкой а старые грибы конечно кислые поэтому их вымачивают где-то в течение получаса затем готовят можно гриб мариновать жарить вот такая вот смотрите мякоть красивая на срезе гименофор гриб тещин язык фистулинохипатика если на латыни гриб произрастает на дубах на каштанах также пишут что растет на эвкалипте но эвкалипт у нас не растет в стране так что не встречал я на эвкалиптах как и на каштанах не встречал смотрите сейчас отрежу вот кусочек печеночницы гриб вкусный прямо в свежем виде можно есть это такой крутовик забираю обычно первая печеночница мне попадается где-то с конца июля но иногда вот как-то находил 11 июля например ну а массово конечно это август сентябрь гриб идет в рост вот смотрите друзья печеночница на пне сразу 3 так так и вот так красота похож на мясо с виду но вкус конечно же не мясной такой как фруктовый что ли запах фруктов напоминает запах вот такой вот гриб встретился калибия широкопластинчатая называется такие как штрихи на шляпке похожие на волокнистая ножка широкие редкие пластинки как приросшие так и не приросшие к ножке гриб растет на лиственных деревьях на древесине на корнях на валежнике на пнях лиственных деревьев часто можно встретить в широколистных лесах гриб по большей части летний но можно встретить уже с конца мая и до октября но много именно летом попадается его условно съедобный на кубани называют этот гриб берестянкой хотя в других регионах россии берестянка это вообще вешенка еще маленький грибочек калибия широкопластинчатая гриб практически всегда червивый то есть его сложно насобирать да и вкус никакой если честно а рядом вот на пне тортовик лакированный гриб рейши вот солнце светит отсвечивает так что ли подобраться вот встретилась совсем молодая печеночница два плодовых тела маленьких рядом старая ну как еще в общем то гожая конечно вот еще маленькая растет и друзья молечник нейтральный вот так вот сейчас я вам покажу гриб в общем то не горький можно солить холодным посолом без вымачивания и довольно таки быстро уже можно есть его гриб съедобен вот молечный сок выделяется молечный сок тоже будет не горький как и мякоть молечник нейтральный или еще по-другому молечник дубовый а вот друзья гуглосапорус дубовый раньше он назывался пептопорус дубовый иногда иногда его путают с печеночницей вот я вам сейчас положу путают думают это выцветшая печеночница ну вот например старая печеночница вот молодая печеночница буглосапорус он тоже вырастает крупный как и печеночница размером вот смотрите мякоть какая у буглосапоруса и какая у печеночницы совершенно совершенно другой гриб и никогда печеночница до такого оттенка как буглосапорус не выцветает буглосапорус дубовый тоже растет на дубовых пнях в одежнике на мертвых дубах на живых дубах я не видел его в отличии от печени печени на живых и на мертвых дубах растет такой вот друзья итог снимаю с руки кто возмущался что качество видео плохое не нравится вот стабилизатор сломался так что качество видео станет хуже но ничего не могу поделать да набрал я больше половины корзины печеночницы буду мариновать жарить сегодня ее и может даже салатик сделаю вот такой вот красивый вкусный гриб был один маховик не червивый всего там он лежит разломался все остальные все все червями побитые сильно прям в общем я и этот маховик выкину смысл его брать одного хотя печеночнице можно конечно пожарить только он там в ней затеряется вот такой вот друзья итог всем удачной тихой охоты пока а а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok